Друзья, всем большой привет! Вы на канале Сам Себе Агроном. Меня зовут Сапожников Константин. И в этом выпуске поговорим с вами об организации прикопа саженцев разного типа. Как лучше поступать, как лучше организовывать эту агротехнику, как лучше сохранять то, что нам с вами приехало. Итак, приступим! Дорогие друзья, мы находимся сейчас с вами в теплице. Один из методов организации прикопа саженцев с открытой корневой системой организовывается, опять-таки, правильно вы понимаете, в теплице. Здесь будет идти основной прикоп всех моих саженцев. У меня, в частности, это розы. Итак, значит, друзья мои, мы работаем с вами чаще всего, то есть организовываем заказы, получаем саженцы из каких-то питомников. В основном из краснодарских питомников. Саженцы могут отправляться в разные сроки. Могут отправляться рано, могут отправляться слишком поздно, могут отправляться так, как, в принципе, они должны отправляться. То есть по температуре вашего региона. Саженцы, которые мы с вами получаем, обычно выглядят вот так. То есть это открытая корневая система, она может быть в замотке какого-либо субстрата. Это может быть тор с опилками, это может быть там просто грунт, это может быть еще что-то, в зависимости от того, как питомник любит отправлять свои саженцы. То есть корневище загнутое, все это замотано в стреч-пленку. В этой стреч-пленке для сохранности влажности корня находится субстрат. Мы с вами берем такие саженцы, раскрываем, осматриваем корневую систему, а дальше предпринимаем какие-то действия. Либо высаживаем на постоянное место, если позволяет нам эта температура почвы. Когда приходят саженцы слишком рано, то есть, ну, к примеру, в сентябре у вас пришли саженцы, я сталкиваюсь от средней полосы, в частности, я нахожусь в Подмосковье, я живу в Подмосковье, в Щелковском районе. Вот приехали саженцы в сентябре. Осень теплая. На улице стояла погода 20 градусов. Грунт, соответственно, 18-15 градусов составляет по температуре. Мы с вами взяли такой саженец, воткнули его в грунт, и он у нас что начал делать? Правильно, расти. И выглядеть вот такой саженец будет у нас вот таким вот образом. То есть, если бы я высадил бы такой корень в таком состоянии, розу, в сентябре, на поле, на открытое место, то есть в розарий, в клумбу, в цветник, я бы получил бы вот такое развитие, такую вегетацию, то есть вот уже образование листьев, уже пробившуюся почку и так далее. Это все замерзнет, потому что оно не успеет вызреть, а почка потраченная. Да, вы скажете, но там же есть резервные почки. Есть, друзья мои. Но эти почки могут пойти в слепые побеги, потому что основная, главная почка, самая большая, самая толстая, и является залогом цветения у розы. Поэтому, когда ко мне приехали саженцы рано, я их не стал высаживать на постоянное место, я их высадил в горшок для укоренения. И, соответственно, вот у меня уже активная фаза развития розы есть, она получена. Когда можно сажать корень розы на постоянное место? Когда температура почвы равна от 12 градусов и ниже. В это время роза будет активно укореняться, а почка лопаться не будет. И на все на это розе нужно две недели. То есть взяли, обрезали корневую систему, замочили в каком-нибудь обеззараживателе, высадили на постоянное место. Температура почвы 12 градусов постепенно начинает опускаться, остывать еще ниже. За две недели она перейдет, почва, в температурный показатель 7 градусов и ниже. Но за это время уже корни, всасывающая корневая система, у саженца появятся. При этом почка не лопнет. Но если вы высадили раньше, грунт у вас, естественно, был теплее, пока это все опустится, здесь уже появится всасывающая и лопается почка. Лопается почка, получаем с вами зеленую массу. Проходит заморозок, нет больше зеленой массы. Потрачена почка зря. А это был бы большой и мощный куст в следующем сезоне. Следовательно, друзья мои, вот вы спрашиваете, что делать, как организовывать прикоп. Организовывается прикоп двумя способами. Там еще есть подспособы, мы сейчас все с вами разберем. Первый способ, это вот когда приехали рано саженцы, вот с такими корнями, высаживаем их вот в такие горшки и, соответственно, выставляем их на улицу, чтобы из-за ночных низких температур, но ночью, например, у нас было и 5 градусов, и 3 градуса, и 0, и так далее, грунт остывает быстрее в горшке, быстрее остывает, но укоренение продолжается так же интенсивно. То есть, я вам сейчас покажу пример еще один. И этот пример выглядит вот так. То есть, горшок, обычный грунт с вашего участка и саженцы розы, то есть, тот же самый грунт, в котором бы у вас росла ваша роза. Мудрить что-то придумывать, какой-то дополнительный грунт покупать не надо. Вы высаживаете, грунт здесь уже холодный, ледяной, розы, соответственно, укоренившиеся, но почка при этом не лопнувшая. Вот мы получили вариант сохранения саженца в контейнере. Перспектива такого контейнера – саженца с закрытой корневой системой. То есть, то, что обычно продается в садовых центрах, питомниках и так далее. Ранней-ранней весной. Вот так оно получается. Только чаще всего делают они это все по весне, ранней весной, ну, даже в феврале. Но это не суть важно. То есть, есть саженец более поздней поставки, но неблагоприятной все равно температуры почвы. И, соответственно, почка не лопнувшая. Есть очень ранняя поставка. И тут уже полностью зеленая масса, а некоторые розы даже на бутонах вот здесь у меня стоят. И есть, соответственно, саженцы с голым корнем. Вот. Что мы делаем с вами? Как мы организовываем этот самый прикоп? Зачем вообще он нужен? Что он дает? Как сохраняются саженцы в этом прикопе? Здесь тоже несколько способов. Первый способ – в теплице, друзья мои. То есть, я в теплице, это уже воздушно-сухое укрытие за счет каркаса поликарбоната, могу организовать с охраной саженцев и дальнейшее раннее развитие, то есть, вегетацию. Почему я и выбираю способ укоренения, то есть, способ прикопа в контейнере и первоначального, конечно же, укоренения. Это что мне дает? Я вот сейчас выставлю саженцы, по весне я их пораньше вытащу из этого прикопа. С таким корнем саженцы из прикопа приходится доставать попозже, потому что такие саженцы нужно будет высаживать нам середина-конец апреля. А вот эти саженцы в середине-конце марта уже начнут бить свою почку. И в мае мы получим уже даже активное цветение, так как роза будет развиваться в благоприятной комфортной температуре, опять-таки в теплице. Вы спрашиваете, как прикопать. Друзья мои, все показываю, все рассказываю. Первый способ. Значит, мы имеем с вами вот такие вот саженцы. Без вегетации, без листьев, без набувшихся почек. То есть, хороший, классный посадочный материал. Мы берем такой саженец, выкапываем траншею в нашей теплице определенной глубины. Глубина траншеи по высоте нашего горшка. У меня это полтора штыка лопаты. Берем наш саженец и ставим его лежа, вот таким вот образом. Не прям вот так положили весь горшок, да, вот таким вот, нет. А именно под углом 45 градусов, в нашу траншею. Причем попкой горшка мы ставим к северу, а побегами, веточками мы ставим к югу. Распределяете горшки таким образом, чтобы у вас побеги были в контакте с грунтом. Потому что потом мы с вами будем все присыпать, засыпать и так далее. И нам нужно, чтобы у нас ничего с вами не поломалось. Это вот первое распределение саженцев при копе, вот таким вот образом. Если вы будете закапывать свои саженцы целиком и полностью, что это значит? То есть это когда мы с вами сейчас возьмем и все это грунтом закопаем, откинутым у нас в сторону. То есть вот у меня грунт, и вот так мы будем все это закидывать. Закидывать холмиком, чтобы у нас побеги были полностью в земле. При этом снег мы с вами не используем в виде укрытия, уже здесь. Иначе при колебании температур могут пойти под привания из-за слишком сырого грунта и перепадов температур этих молодых зеленых побегов, в частности, почек. Поэтому если вы укрываете саженцы в теплице, через контейнер, либо с голым корнем, снег не обязателен. Если вы будете прикапывать свои саженцы не так, как я вам сейчас показываю, а, например, стоя, вот так, либо вот в эту сторону будете ставить горшки вот по таким уклонам, и побеги у вас будут находиться на поверхности, вот как сейчас у меня, да, часть вы прикопаете побегов, а часть будут у вас торчать зеленые сверху, то в этом случае снег необходимо сюда будет накидать и закрыть полностью побеги также снегом, чтобы они у вас не вымерзли. Но я снег накидывать не буду, поэтому я распределю все саженцы, все свои горшки вот таким образом, то есть лежа под углом 45 градусов, побегами на юг, корнями вниз туда к северу, и все. Сейчас покажу, как это будет выглядеть. И вот так, распределив 25 горшков в траншею, это выглядит. То есть от начала до конца лежат горшки, которые сейчас будем закапывать. Ничего не поливаем, ничего не орошаем, то есть выкопали траншею, выставили горшки. Горшки у меня стояли на улице, горшки у меня орошались осадками. И дождь был, и снег был, то есть там влажности более чем достаточно. Ну а потом, по законам физики, грунт будет также испарять влагу, поэтому с саженцами ничего не случится. Так что лишние какие-то проливы будут действительно лишними. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем грунт, который откидывали в сторону, и начинаем засыпать все наши горшки простыми движениями. Вот таким вот образом полностью все засыпаем. Субтитры сделал DimaTorzok И вот, дорогие друзья, 25 горшков закрыты полностью грунтом. При такой организации прикопа дополнительно какая-то снежная шуба не нужна. Особенно если у вас теплица, именно теплица, будет наглухо закрыта всю зиму. Если вы будете делать промораживание грунта в теплице, ну, например, вы выбрали какую-то одну часть, у меня-то вся теплица будет в прикопе, да, то есть у меня здесь будет 5 рядов, то есть один ряд я сделаю, еще осталось 4 ряда организовать. Само собой, что у меня здесь никакого промораживания не будет, то есть если вы планируете на одной какой-то грядочке сделать прикоп, а вся остальная площадь уходит, чтобы она промерзла, то в этом случае вы закапываете саженцы, сверху немного наносите снега, но это примерно где-то в январе месяце. Обычно в середине января требуется такая агротехника. Если вы не планируете посещать свой участок, не планируете заходить в теплицы, не планируете их раскрывать, они у вас будут наглухо закрыты до весны, в этом случае нанесение снега на прикоп окажет во вред вашим саженцам, потому что пойдут колебания по температурам, будет таяние снега, будет периодично слишком влажно из-за отсутствия циркуляции воздуха, и может пойти прение. Я сюда снег, еще раз повторюсь, заносить не буду, мой прикоп организовывается уже несколько лет подряд именно таким образом, то есть любые саженцы я так прикапываю. Сейчас я вам показал саженцы в горшках, как закопаны, но если бы у меня не было бы такой высадки в горшки, а были бы саженцы вот с таким вот голым корнем, они бы просто распределялись у меня также в такой же яме для прикопа. Если мы с вами говорим о прикопе, вот в таком состоянии получили саженцы, что с ними делать? Да надо ли обрезать корень, надо ли еще что-то? Если корень поломанный, поврежденный, расщип какой-то есть, естественно, приводим в порядок, естественно, обрезаем. То есть берем с вами секатор, видим, что корень у нас не очень хороший, делаем обрезку, да? То есть подровнять корень в этом случае можно. Но если все корни у вас хорошие, без каких-либо повреждений, лучше это сделать весной. То есть произвести подравнивание корней и сделать срез для стимуляции образования быстрого укоренения на постоянном месте необходимо будет сделать. А так, друзья мои, если нет явных выраженных повреждений, вы берете саженец, достали его из убаковки, из замотки, и вот так вот в ямку его положили, и, соответственно, в ямке вы его прикопали. Если еще раз хочу повторить вам один важный момент, вы планируете заносить снег, то в этом случае полностью лучше землей не засыпать зеленую массу, присыпать только небольшую часть, буквально 15-20 сантиметров грунтом, а всю остальную зеленую часть засыпать снегом, тогда саженцы лучше сохранятся. То есть саженец в этом случае будет дышать, дышать и не будет преть. Вот и все, друзья мои, что можно сказать об организации прикопа именно в теплице. Еще раз повторюсь, что горшки я использую с точки зрения, для того, чтобы получить из такого корня сразу же саженец с закрытой корневой системой, то есть я потом достану эти горшки в середине марта, вытащу их из грунта, выставлю прямо в теплице, прямо на грунт, без каких-либо укрытий и так далее. Они начнут вегетировать, пробивать почку, в общем, расти и зацветать. В середине-конце мая я их в цветущем состоянии высажу на постоянное место. Такой способ мне дает проверить саженцы на сортность, плюс не сделать скоропалительных каких-то посадок, а потом пересадок и прочего. И также, дорогие друзья, такой способ мне дает лучшее сохранение саженцев на будущий год. Тем более осеннюю посадку я не люблю, так как необходимо спланировать карту посадок, карту участка, где какая роза будет находиться. Ну а если попадется пересорт, то весь наш план пойдет в тар-тарары. Поэтому я все высаживаю в технические горшки, укореняю и потом уже смотрю, что и как получается, чтобы не наляпать. Если вы планируете сделать организацию прикопа, не в теплице, вот нет у вас теплицы, вы хотите сделать организацию в открытом грунте, организация там производится таким же самым образом. Только саженцы, хотите в горшки, хотите с голым корнем, не засыпаются полностью землей. Не засыпаются. То есть часть присыпается землей, часть остается на поверхности. Многие ставят ящики пластиковые сверху на эти концы, укрывают укрывным материалом, двойным 60-м спонсбондом, для создания воздушной прослойки, уменьшения прения из-за количества снега. Но если у вас участок сырой, то у вас подпревание будет. Такая механика с ящиками и укрывным материалом в месте организации прикопа больше подходит тем, у кого мало снежной зимы и сухой участок. То есть где постоянные ветродуи, где постоянные продуваемости, где нет застоя воды, где близко не располагаются грунтовые воды и где грунт при этом не тяжелый. Вот в этих случаях, да, ящики необходимо поставить, двойной спонсбонд сверху натянуть, возможно даже немного проложить и пленкой, чтобы там было максимально сухо. Тогда саженцы перезимуют хорошо. А так, друзья мои, если вы находитесь в центральной полосе, как я, Москва, Московская область, Вадимирская, Ярославская и так далее, близлежащие областя, то в этом случае организация прикопа в открытом грунте производится таким же самым образом, один в один. Хотите в горшках, хотите нет, устанавливаете в посадочную яму, закрываете часть грунтом, дальше все остальное сделает снег. По возможности, друзья мои, по возможности, ну мало ли, может быть снег у нас поздно выпадет, лучше, ну именно большой, хороший сугроб, лучше дополнительно сразу же, как только пойдет первый снег, при помощи лопаты, накидать этот снег сверху. Ну а если нет такой возможности у вас, но я имею в виду, что накидать снег, может вы уезжаете с дачи, приезжаете только весной, тогда, соответственно, это все накидает за вас матушка природа, в принципе саженцы тоже сохранятся, может быть немного придется это все подровнять. Когда организовывать такой прикоп в открытом грунте? Друзья мои, ну естественно, тогда, когда у вас будет удобно, приемлемо копать землю для прикопа, потому что, например, сейчас вот у нас прошли дожди, и очень-очень сыро, копаешь, лопатой аж чуть ли не течет. В принципе, прикапывать уже можно, если у вас позволяют условия. Поэтому как-то так. Можно, кстати говоря, засыпать верхушечные побеги, опять-таки побольше, это когда уже стабильный минус будет на тот период времени, если нет снега, там еще чего-то, сухой землей с сухим торфом. Пожалуйста. То есть можно вот такой вот холмик организовать, как я, допустим, закопать полностью, но это только по морозу, только если будет у нас качель по температуре, когда у нас стабилизируется, постоянный минус. В этом случае, да, вот такую вот систему организации прикопа, закопки таких саженцев допустима. Ну а так обычно классический прикоп открытого грунта, он организовывается просто саженцем под углом 45 градусов, грунт, побеги, снег, это все в земле и все. По весне достали и посадили на новое место. Вот и все. Также, дорогие друзья, из такого прикопа можно доставать повраньше, делать высадку в технические горшки и также в теплицу. То есть также можно получать и из таких саженцев, и из такого обычного классического прикопа с открытого грунта, саженца с закрытой корневой системой. Но холодное укоренение должно быть. То есть если вы достанете из прикопа, засунете в горшок, поставите в теплицу, а в теплице будет днем плюс 25, саженец у вас почернеет и высохнет. Такой прикоп организовывается только в открытой теплице, где будет прохладно. И там, да, тогда саженец укоренится. Вот, в принципе, и все, дорогие друзья, что хотелось вам рассказать об организации прикопа. То есть хотите, организовывайте его через горшок, прикоп горшка с засыпкой грунта, если вы в теплице, чтобы не засыпать снег, либо без засыпки полностью грунта, нанесите тогда снег. Либо вы делаете такую же организацию без горшка, с голым корнем. Хотите, так же засыпайте, хотите, нет. Хотите в открытом грунте, хотите, нет. В принципе, любой саженец с открытой корневой системой так сохраняется. То есть не просто в принципе, а любой саженец так сохраняется. Также таким же образом сохраняются и саженцы, которые вы покупаете сейчас в горшках. Например, гортензия. Вы купили небольшую гортензию, боитесь, что она не перезимует. Возьмите эту гортензию, уложите в ямку-канавку, засыпьте ее полностью грунтом, по весне достанете и с вашей гортензией ничего не случится. Не сопреет, не замерзнет. Будет прекрасное, хорошее, красивое для высунки на постоянное место. Потому что весенняя посадка для растений всегда была есть и будет лучше, чем осенняя, так как им нужно, этим нашим посадкам, укоренение. Не будет укоренения, не будет всасывающей корневой системы, будет повышенная температура, иссушающие прямые солнечные лучи и ветра равно поддержке саженцев. Почка будет биться, тратить запас влаги питания из зеленого вот этого вот этого вот этого расточка, а корень при этом не активный, он не берет воду. И потом сразу же все это сохнет, чернеет и гибнет. Вот такая история у нас, дорогие друзья, с вами получается по организации прикопа, по подготовке саженцев к зиме, по розам непосредственно в частности. Была подготовлена на канал Сам Себе Агроном. Понравилось видео, жми лайк, не забудь подписаться. Ну а я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok